так далее читаем внимательно смотрим видео там ссылка вторая минута 39 секунд и последние секунды это же струна я правильно понял и модель игрушка легкая 1 5 но струна прогибается конкретно весьма хотя весь ничтожный и скорость весьма смешная и что это же модель это физика она так спроектирована естественно струна прогибается как все прогибается я вот сижу а подо мной пол прогибается перекрытие прогибается под нагрузком чтобы понимать допустимый прогиб 1 400 от пролета это нормально в капитальных мостах прогиба 1 800 это капитальные мосты шоку 1 800 на пролете 800 метров под нагрузкой прогнется мост на метр это нормально это заложено нормативы это же ничего жесткого нет абсолютно посмотрите как прогибается крылья у самолета а вот так колышется а физика вообще машет крыльями и что но налетит это крыло она выполняет свои функции я помню я работал когда дорожном строительном тресте номер 2 в Гомеле и меня там построили мост через СОЖ причем построили после войны там плохо цемент воровали арматуру там как-то он весь был настолько как бы хлипкий что у вас идет троллейбус а он колышется и вот я зашел а там такая коробчатое сечение я зашел в эту коробку там высоту где-то 2 метра шириной 2 метра пошел внутри моста и поехал троллейбус мне стало страшно на самом деле он ходуном заходил этот мост и что из этого пассажиры которые едут троллейбусе даже это не почувствовали эти колебания потому что это допустимые были колебания допустимая жесткость это в первую очередь требование к ровности пути к жесткости зависит от скорости движения и от подвески жесткая подвеска, значит должен быть очень ровный, мягкая подвеска, путь должен быть не очень ровным, высокая скорость, ровность должна быть идеальная, низкая скорость, она может быть поверхность идеальной и движение будет комфортно. Так вот скорость, там требования к жесткости, ровности, входит в квадрате. Поэтому если мы увеличили скорость там 10 раз, то требование к ровности возрасли 10 квадратов в 100 раз. Так вот, допустимая ровность вот для таких систем, это же неровность. Так вот здесь понятие комфортности. И есть формулы, которые железнодородники придумали, как посчитать комфортность движения. Так вот, вот для такой неровности на скоростях 100 метров в секунду, комфортным движением будет на пролете километров 100 метров. Поэтому прогиб 100 метров на километре, человек проедет не ощущая, что путь неровный. Вот видите, неровный. То есть это в пределах норматива все. Поэтому, если говорить о модели, да это модель, да один пяти и струна прогибается. Так это нормально, потому что так должно быть. А то, что скорость весьма смешная, так это же модель. Вес ничтожный, так это же модель. Есть понятие физическая модель. Вот эти товарищи, интересно, знаете, что такое физическая модель? А я теперь знаю, что такое физическая модель. Могу пояснить на простом примере. Вот взять комара, он такой весь хлебкий, все тоненько, все гнется, но он летает, выполняет свои функции. Взять слона, он совсем другой слон. Если комара увеличить до размеров слона, все эти ножки, крылья поотваливаются. Почему? Потому что нельзя на ножичках тонких. Потому что при увеличении размеров, прочность, это сечение, прочность, это площадь поперечного сечения, растет процент на квадрату размеров. А вес, это нагрузка, растет процент на кубу размеров. Поэтому, если мы увеличим что-то, допустим, в сто раз, ну комар, слон в сто раз, да? То прочность увеличится в сто в квадрате в десять тысяч раз. А нагрузка, масса, в миллион раз. Так вот, если миллион разделен на десять тысяч, то получается в сто раз станет более слабым конструкция, она развалится. Поэтому комара нельзя увеличить до размера слона. Поэтому модель, которую вот он, так сказать, критикует, она сделана как раз с точки зрения физическое моделирование. Это физическая модель, и она полностью отвечает большой модели. Поэтому, если мы увеличим размеры, то там будет совсем другого натяжения, там будет совсем другая деформация, там совсем другие будут массы. И еще могу на одном примере, как, в том числе, академики реагируют на такие вещи. И среди академиков есть идиоты, даже известных академиков. И что Королёв-то правильно отметил, когда он это послал всех, эту Академию наук сюда. Так вот, идиотов хватает везде, в том числе и среди академиков. Вот взять академика Велихова, это академик, вице-президент Академии наук России. Я просто, как бы, вспомнил один из эпизодов, связанный с ним. Меня, министерство строительства, гастрой России, пригласил на участие в выставке Экспо 2005 в Нагое, это Япония. Министерство экономики выделило деньги на изготовление моделей струнного транспорта, масштаба один из десяти. Модели, у него свои, как бы, требования к модели. Мы сделали два пути, анкетные опоры, струны, юнибус, модель, физическая модель, автоматика, даже бортовой компьютер в каждом, каждой модели юнибуса, за что должно было работать в автоматическом режиме несколько месяцев на выставке. И вот заседание оргкомитета, конец 2004 года. Там был министр, министр науки России, известные люди, специалисты, порядка ста человек оргкомитет. И научный консультант оргкомитета, академик Велик. И вот он берет список экспонатов, которые выставляются на выставку. Модель стоит в холле, действующая, она работает, действующая модель. Все ездит, все натянута, как положено. Вот он читает список, нормально, нормально. Читает там, значит, такомак, он занимался и занимается такомаками уже лет 50, наверное. Это термоядный синтез. Такомак, все нормально. Это потом доходит, струнный транспорт юницкого, он читает, струнный транспорт юницкого модель. Вон он преобразился, вскочил, затопал ногами, закричал что-то там. Нигде в мире этого нет, а мы поедем в Японию, будем позориться, и вычеркивает экспонат. И еще несколько экспонатов инновационных, тоже вычеркнул. После здания оргкомитета подошел, говорю, уважаемый академик, с чего взяли, что нигде в мире этого нет. Есть действующая модель, вот она стоит в холле, она работает, это физическая модель. В озерах полигон, тогда он еще стоял, его не снесли вандалы. Так, это все работает. Как самолет против Райтон, да, он полетел, он плохо летал, но он полетел, и физика позволяет это делать. Поэтому, в чем позориться, это все работает. Почему не пускать экспонат? Я говорю, вы сделали не модель такомака, а макет. С пенопласта выпилили, с пенопласта что-то, поставили батарейки, лампочки, которые мигают, и говорите, модель термоядного реактора. А там что, температура 60 миллионов градусов? Там идет термоядный синтез? Оно что, вырабатывает электроэнергию? Это модель электростанции? Это макет, который не работает. И это вы разрешаете везти в Японию? Как достижение российской науки? Возможно, к 30-му году, 2013 году, как вы говорите, может у вас что-то и получится, а может и не получится. На это уже вы затратите 10 миллиардов долларов за 50 лет. И еще, наверное, 10 миллиардов потратите. А модель, которая действующая, сделана за наши деньги, она работает, стоит вон там, вы говорите, это в Японию не поедет? Я говорю, я объездил весь мир, показывал это всем, в том числе всем в Организации Объединенных Наций, и там все было нормально. Он говорит, ну, вы по всему миру ездили, вы едете, а в Японию вы не поверите. И не пустил мне экспонат на Экспо 2005. Потому что такой же примерно уровень мышления, хотя он и академик, ну и что? Такой же примерно уровень мышления, такое же понимание физики. Так, в записи сказано, что уже испытаны реальные образцы, не модели, покажите их фото или видеозапись. Да ЗИЛ ездит по полигону в озерах, это и есть реально в масштабе один к одному. Это как самолет братьев рай. Да, он не такой аптекамый, ну и что? Но там есть все элементы системы Skyway. Струна, рельс, опоры, фундаменты опоры, анкерные опоры, которые несут большую газетарную нагрузку. Анкеровка, стальное колесо с ребордами, противоисходная система, там все это есть и все это работает. В масштабе один к одному, к тому же. Есть модели, я сделал около десятка разных моделей, действующих. И далее приводят такой, значит, пример. Возьмите нитку в руку, зажмите между пальцами изо всех сил и потяните. Много ли сил вам понадобится, чтобы нить выдернуть? Хаосильный аргумент, я смотрю. А теперь намотайте конец нити на палец и снова потяните. Вы порвете нить, но не выдерните. Так вот на фото ваших образцов и показанных под линию нить между пальцами, причем есть пальцы, причем есть нить. Я покажу пример с пальцами, но не с нитью. Вот анкер для крепления каната. Каната К-7, это 7 проволок, в данном случае мы используем канат диаметром 15,2 мм. Это арматурный канат. Он используется для армирования мостов, путепроводов, предварительно напряженной же бетонной конструкции, каркасов зданий высотных и так далее. Это то, что выпускается широко в промышленности. Так вот, не пальцами надо сжимать канат, который выдерживает на разрыв 25 тонн. А вот анкер, вот он. Это мы поставили в озерах в том числе. Так здесь анкерение идет за счет самозаклинивания. Вот я палец ставил, потянул, я уже палец не выдерну. Я оторву его. Так и канат, он не выдернется. А он и должен не выдергаться, он должен быть зажат и работать сто лет. Я могу только сейчас в обратную сторону вытянуть. Понимаете? То есть вот этот анкер, видите, маленький, выдерживает 30 тонн. Так зачем нам большие эти элементы? Все должно быть дешево, надежно, просто. И не надо на палец наматывать и между пальцами держать струну. А держать с помощью анкеров. Проработанных, продуманных, практически реализованы и проверены. Так. Возьмем тоже пассажирский вагон ЖД. Причем из ЖД? На фото глядя можно только сказать, сколько у него колес и окон. А также, что есть две видимые двери. Так и с вашими вагончиками Unibus, внешний вид на фото реального образца. Даже как-то безграмотно написано и даже не поймешь. Какие секреты могут раскрыть фото вагона? Вы настолько туманите все в секретах, что совершенно очевидно. А что вам надо показать сидение в вагоне? Мы тоже показываем. Вам показать колесо? Мы показываем в озерах. Мы не показываем другое. Есть элементы. Та же подвеска. Это не простой элемент. Мы ее не показываем. Там масса нау-хау. Есть, допустим, мотор-колесо. В внешнем виду можем показать. А вот конструкцию. Извините, это наш нау-хау. Мы не можем это показывать. Идите, посмейтесь над кока-колой и скажите им. Вы идиоты. Как вы там жидкость продаете? Гадость. И говорите, пейте, но не рассказывайте, с чего вы ее делаете. Расскажите-ка ваш секрет. Кока-колы. Так вот, благодаря тому, что Кока-кола там умные менеджеры. Держит секрет напитка в секрете. Нау-хау. Мы знаем, а вы не знаете как. Они заработали за 125 лет. Триллион долларов. Если бы нет секрет вот таким вот идиотом рассказали. Так все эти побежали, начали это делать. И Кока-колы бы не было. Она рынок бы потеряла. Так вот, секрет, который они купили в свое время за 50 долларов. Сегодня только фирменный стиль, фирменный знак стоит 70 миллиардов долларов. Благодаря тому, что они держат в секрете то, что надо держать в секрете. И мы будем держать в секрете то, что нужно. А будем показывать только то, что нужно и можно показать. Причем не всем желающим. Даже как Кока-кола не будет рассказывать всем желающим, из чего Кока-кола делает свой напиток. КОНЕЦ 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 КОНЕЦ